Привет, друзья! Сегодня мы общаемся с проценткой Александром, заядлым охотником и автором YouTube-канала «Мужская коморка», где Саша рассказывает про оружие и все, что с этим связано. И недавно в законе об оружии были внесены изменения, которые вступят в силу этим летом. Вот об этом мы сегодня с Сашей поговорим. Саш, привет! Скажи, пожалуйста, какие изменения вносит сейчас законодательство? Привет, Альберт! Закон уже подписан, 28 июня 2021 года он опубликован, но основные аспекты вступят в силу 29 июня 2022 года. И первым пунктом, почему нужно успеть до этого срока, если вы начинающий охотник, это то, что увеличит минимальный возраст получения оружия с 2018 до 2021 года. Там есть исключения, это служба в армии, занятие спортом профессиональным или охотой. Профессиональным спортом каким, Саша? Связанность с стрельбой. Получается, извини, пожалуйста, получается такой некий идиотизм, потому что в брак я могу вступить в 18 лет, машину я могу спокойно купить в 18 лет. Что еще могу сделать в 18 лет? Полностью несу уголовную ответственность уже к этому моменту, а оружие я купить не могу. Ну, получается так, но это все направлено на увеличение безопасности в связи с участившимися случаями применения оружия. Потому что в брак можно вступить и развестись, и сделать какие-то выводы, а происшествия с оружием могут повлечь более серьезные последствия для окружающих. Поэтому, ну, лично я считаю, что многие поправки, внесенные в закон, ну, как бы необходимы. Смотри, я тебя перебил еще раз. Исключение для тех, кто в армии отслужил, ну, если ты в 18 лет прошел в армии... Отслужившие в армии могут до 21 года получить занимающиеся профессиональной деятельностью, связанные со спортом, охотой и принадлежащие малочисленным народам Севера. Какие еще изменения вносятся, помимо увеличения возраста? Помимо этого, тоже я считаю, очень полезное дополнение. Это то, что в первые два года владения гладкоствольным оружием нельзя будет приобрести оружие с магазином или барабаном. То есть можно будет использовать только двухстволки первые два года. И это очень полезно как для начинающих охотников, потому что это большая проблема, когда молодой охотник, покупайте пятизарядное ружье, навыка стрельбы еще особо нету, и это вот в перевод патронов приводит. Еще какие изменения? Следующее, это коснется псевдонарезов, это системы Lancaster и Paradox. То есть они в данный момент, до вступления закона в силу, приравнены к гладкоствольному оружию. Но при этом это переделанное боевое оружие, ну как на примере у меня ВПО-136, это ограждание на АК. А тот же Lancaster тоже есть автомат Калашникова, просто с переделанным стволом, но с стволом, придающим пуле вращения, что увеличивает ее дальность, точность, что как бы тоже является очень опасным оружием. Потому что если гладкоствольное оружие в 200 метрах не представляет опасности для людей, то тот же Lancaster может и с 500, и с километра причинить огромный вред. И какие ограничения накладываются на такие Lancaster? Да, его приравнивают к нарезному оружию, а нарезное оружие можно будет и сейчас, и в новой редакции можно приобретать только после пяти лет владения гладкоствольным оружием. А для чего вообще в принципе надо гражданское оружие с нарезным стволом? Ну, это применяется для охоты, хотя я считаю, что тот же гладкоствольный 12-й калибр перекрывает все виды охоты. То есть, если нужен какой-то крупный зверь, это 12-й калибр, ну, пулевой патрон или картечь. А это просто увеличение дальности, точности и все. Но так как вот увеличена дальность очень сильно за счет вращения и начального импульса, поэтому дают пять лет, чтобы человек как-то вот получил ответственность от владения оружием. Но, к сожалению, здесь такой момент, что можно приобрести гладкоствольное оружие, поставить его в сейф, оно пять лет простоит в сейфе, и я приобретаю себе нарезное оружие. Какие что изменения вносится в законодательство? Ну, из основных, как бы, это все. Также будет еще, планируется на тоже полезное дополнение, это то, что охотничий билет, нужно будет теперь сдавать экзамен на него. В данный момент это очень простая процедура его получения, это подача через госуслуги МФЦ заявления, и человек может даже, ну, зачастую так и происходит, что просто ставит галочку, что ознакомлен с правилами охоты, а зачастую, ну, кто их читает? Это так же, как положение лицензии во время установки программ. Да, ознакомлен, далее там получить. И это никак не проверяется, соответственно, зачастую охотбилеты выдаются людям, которые даже с правилами охоты не ознакомлены. А теперь надо будет приходить сдавать экзамен? Да, это так же, как и для получения оружия, в данный момент уже, нужно проехать обучение в учебных центрах соответствующей лицензии, обучение по безопасному обращению с оружием. И точно так же будут выданы учреждениям лицензии на обучение, как бы вот охот минимум, грубо говоря. А можешь мне пояснить, а зачем два вида контроля? То есть, если я получил оружие, соответственно, я же его, наверное, приобретал с целью охоты, другой целью у меня не может быть, ну, цель самообороны. Тут два обучения. Цель самообороны есть. Можно получить оружие для самообороны, то есть не для охоты. Это процедура чуть проще. Охотбилет получать не надо. Соответственно, только единственная проблема, что при получении разрешения на самооборону, это будет разрешение на хранение. Носить, переносить, выносить с места хранения его нельзя. То есть, оно стоит в сейфе и применяется только вот по прямому назначению в случае, ну, как бы, угрозы жизни. Ну да, это только в том случае, если в тебя выстрелили предварительно 10 раз, 5 из них раз попали, только тогда ты можешь его достать, вставить патрон и выстрелить в воздух предупредительный. Ну и плюс, обязательно нужно, чтобы стреляли соответствующим калибром. Потому что если калибр покрупнее, то уже нельзя. Ну, а ты достанешь нарезной и начнешь стрелять, ну, как бы, тоже не совсем. Можно и превысить. А охотбилет, там обучение именно поведения на охоте. То есть, там тоже сейчас огромная тема. Сейчас, с 1 января 2021 года, вступили новые правила охоты. Там очень много изменений, ну, в основном направленные на борьбу с браконьерами. Но некоторые прямо, ну, как бы, трудновыполнимые. То есть, к примеру, нельзя сейчас никакие действия производить с тушей животного до того, как ты не впишешь в свою лицензию его добычу. Если в лицензии прописана норма добычи. Ну, мне кажется, это достаточно логично, потому что я тогда могу с одной открытой позиции убить 40 лосей и вывести по одному их домой. Да, я там при них впишу, поэтому абсолютно логично, чтобы... Нет, это и направлено на борьбу. Ну, тут в чем дело? В том, что я подбил утку, я стою в камышах, в забродниках. Утка может как бы утонуть, ее может унести течение. Мне надо ее взять. Но прежде чем я что-то могу с ней сделать, просто взять и достать на берег, я обязан сделать отметку. Ну, можешь собаку посадить, она пока заполняет соответствующие документы. Ты доплывешь до утки и возьмешь, и как раз время платит. Тут и есть с собаководами тоже проблема. Это нахождение... Ну, у меня охотничья собака, как ты знаешь. И в правилах охоты есть такое положение, что нахождение в охотугодьях с собаками охотничьих пород приравнивается к охоте. Ну, то есть точно так же, как я с ружьем. Соответственно, если у меня нет лицензии, просто я гуляю с собакой по лесу. А это охотугодья очень часто. И если меня остановят, то я браконьер. Если я в сезон или в несезон без лицензии, просто гуляю с собакой. Несмотря на то, что у тебя даже с собой оружие нет и перочинного ножика. Да. Интересно. Есть еще какие-то правки, которые сейчас в Министерстве законодательства? Ну, те, которые касаются непосредственно тех, кто получает оружие. Это как бы вот основные. Там есть еще, но они касаются отделов лицензионно-разрешительной работы. Ну, и направлены на ужесточение контроля за оборотом оружия. Смотри, Саш, тогда что можешь сказать, что у тебя на канале, если что, есть дополнительные видео, которые посвящены законодательству про оружие. И под этим видео, скорее всего, ты сможешь, если у тебя будет желание поотвечать на вопрос, который будет появляться, сможешь тогда написать? Если люди будут задавать вопрос, тогда ты их проконсультируешь. Да, конечно, там очень много вопросов уже задано. Много интересных, особенно касаемо тех же Ланкастера и Парадокса. Потому что очень это было популярным оружием, потому что ты получаешь оружие, у которого характеристики приближены к нарезному, но при этом это может быть твоим первым оружием. И вот очень много вопросов было вот именно с Ланкастером и Парадоксом. Понял. Ну, хорошо, Саш, спасибо большое. Если будет большое количество вопросов и какие-то пожелания у зрителей по следующим выпускам, то мы обязательно еще снимем дополнительный выпуск про оружие. Все. Счастливо. До встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok